Здравствуйте, уважаемые зрители! Все, наверное, знают, что на классическом велосипеде при скорости за 30 основным пожирателем мощности становится сопротивление воздуха. Причем около 80% потерь дает именно проекция гонщика с его необтекаемыми формами. Поэтому сегодня я решил опробовать устройство, которое кардинально меняет посадку и уменьшает площадь проекции. К тому же, по заверениям более опытных и искушенных катальцев, именно разделочные рога дают наилучшее соотношение стоимости к сэкономленной мощности. На пробу сгодятся вот эти поделки с Алиэкспресс стоимостью в районе 1000 рублей. Остальных дорогостоящих элементов религии тайм-триала в мою конюшню пока не завезли. Ставится эта приблуда достаточно просто. На руле различных размеров и форм. Главное иметь свободное пространство в зоне крепления. В моем случае для получения оптимальной посадки на трибане пришлось перенести переключатель и велокомп. Давно перемещаясь на сотом трибане, проникся уважением к данному простому устройству переключения скоростей. Вот и в этом случае его универсальность не подкачала. Даже со смещением и в инвертированном виде правление им не вызывает отторжения. Но все, достаточно обнимашек. Пришло время распробовать данное изделие. И понять, нужно ли обычному катальцу такое, или без этого можно обойтись. Далее постараюсь описать свои ощущения. Итак, первая попытка прилечь. Тут же становится понятно, что придется учиться рулить заново. Конструкция ощущается достаточно хлипкой, поэтому скидываюсь обратно на руль для преодоления неровностей. Дорога выровнялась, дело пошло под горку. В следующее открытие у меня кончились передачи, и приходит понимание, что показывать высокий каден с этой приблудой я пока тоже не умею. Но черт побери, как легко держать высокую скорость. Плавно выбираюсь за город. Неуютно чувствую себя в трафике, так как сильно плавает динамический коридор по сравнению с ездой на обычном баране. Контроль сзади идущих транспортных средств с такой посадкой затруднен. Несинхронный сход с лежака с разбалансировкой усилия вызывает мгновенный расколбас и потерю управления. Продолжая движение, одновременно сушу памперс. Таран сегодня не входит в мои планы, поэтому плавно объезжаю препятствия. Прочищаем стволы и снова ложимся. Ведь время подгоняет, это моя первая разделка на рогах. Постоянно приходится отвлекаться на потенциально аварийные ситуации, так как тормоза теперь доступны с запаздыванием. Товарищи водители, прижимаясь к скрюченному эмбриону, вы очень сильно рискуете. Видимо, срабатывают эффекты лиги Рада, так как относительно низкая фигура велосипедиста воспринимается как менее опасный объект. Хотя в основной массе водители соблюдают боковую дистанцию. Трафик спадает, входим в рабочий ритм. Можно переместить концентрацию внимания на работу организма. А нет, нельзя перемещать концентрацию. Снова расколбас. Попытка выравнивания приводит к провороту правого лежака. Поправлять сейчас некогда, время поджимает. Когда долго лежишь на локтях и снова сходишь на нижний хват, возникает ощущение, как будто бы ты сел на МТБ с прямым рулем. Настолько разительно отличается аэродинамика. Еще из приятных ощущений, совершенно не затекает пятая точка и кисти рук. Правда, из-за непривычки немного ломят плечевые суставы. Боковой вид показывает, что посадка еще не совсем экстремальная, и можно прилечь еще пониже. Трасса моей разделки подходит к концу. Работал в своем обычном режиме, так как если бы я ехал на Баране. Плавно снижаем обороты и уходим на перекур. Можно подвести первые итоги. С учетом отсутствия опыта использования лежака, наличие в заезде множества заминок, запинок и опасных ситуаций, плюс к средней, составил 4 км в час. Это очень большая разница. И забегая вперед на второй своей разделке, удалось выжать суммарную прибавку 5,5 км в час. Быстрый пидстоп, поправляем рога. На повестке дня у нас продолжение движения в обычном туристическом режиме. Для добивки километража. Ввиду отсутствия трафика появилась возможность многократно отработать различные сходы и заходы на лежак, для исключения расколбасок. Движение в режиме турист также очень приятно с рогами. И так, где раньше приходилось работать против ветра, теперь наблюдается легкое продвижение. А на сэкономленные силы можно покрыть больший километраж. В конце заезда позволил себе поездить на лежаке в городе. Как и ожидалось, большого удовольствия от этого нет, так как отсутствует полный контроль за окружающей действительностью. Ну и естественно, езда в группе с такими клыками представляется весьма опасной. Снимать рожки в городе, конечно, не обязательно, но вот руки желательно держать поближе к кристалетам и к другим органам управления. Ну а теперь можно о грузкам. На второй разделке кронштейн правого лежака неожиданно разрушился. На скорости под 40 раздался щелчок и рог провернулся. Если бы такое случилось в самом начале использования, скорее всего это закончилось бы падением. Конечно, никто не ожидал высокого качества от изделий порошковой металлургии из Поднебесной. Но для себя, например, я понял, что подобное устройство в моем хозяйстве must-have возможно в другом более качественном исполнении. Либо, как обычно, попробую приложить руки и голову и восстановить полный функционал данного девайса. Ведь даже дешманская веломашина с нормальной резиной, снабженная лежаком, способна вас удивить. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!